По мотивам автобиографического романа «Судьба» академика, заслуженного деятеля науки Узбекистана, лауреата Международной премии имени Аль-Харизми, доктора технических наук, профессора Сарвара Кадырова. Первый узбекский легковой автомобиль САНО, созданный академиком Сарваром Кадыровым. Автор сценария – Зульхумор Салиева. Режиссер-постановщик – Ибрагим Хамраев. Оператор-постановщик – Сартор Анваров. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Седьмая серия Я бросил всю свою работу и занимаюсь делами Иркина. Как по-твоему, из этого что-нибудь получится? Получится, конечно, получится. Не посоветовали этого доктора. Она согласится. Да и мне деньги не помешают. Хватит заливать. Как увидишь Иркина, сразу глазки загораются. Ты что, втюрилась в него, да? А это уже не ваше дело. Ты тоже делаешь то, что он велит. Взамен он тебя поддерживает. А остальное не твое дело. А что я такого сказал? Что свет на Иркине клином сошелся? Мы тоже люди. Иркин ненавидит Айбека. Поэтому думает, если сломит его, то всех победит. Я знаю. Даже если я помогу ему добиться желаемого, он все равно не женится на мне. Я знаю. Может, приласкает пару раз, а потом наши пути разойдутся. Вот так. А что? Неужели тот доктор не уладит все? Послушай, лучше подумай, как ты доставишь ребенка Иркину. Кстати, а зачем Иркину этот ребенок? Или он хочет его того? Заткнись. Думаешь, Иркин убийца? Он хочет заставить Айбека выбирать. Либо дочь, либо работа. Вот так расквитается с ним. О, все как в кино, да? Да. Кино тоже берется из жизни. Или ты думал, с неба падает. Да что мне тебе объяснить? Ладно. Говорит, вылитая мамаша. Да неужели так и сказала? Да. Здравствуйте. 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 Послушай, сюда идет Айбек. Быстро исчезни. Быстрее. Здравствуйте. Здравствуйте. Человек, с которым вы сейчас говорили, это Ашуров Азнар? Да? Я не знаю этого человека. Послушайте, вы же с ним о чем-то говорили. Он заблудился. Спросил у меня что-то. Что именно? О какой-то женщине. Какой женщине? Как ее зовут? Для меня это очень важно. И что вы мне допрашиваете? Скажите. Я не обязана запоминать все, что мне говорят. И не задерживайте меня. Постойте. Боже мой. Ох, может, мне просто показалось, что это Азар. Так и происходит, если о ком-то постоянно думаешь. Но вдруг это было он. Что он здесь делает? Что за мысли у него в голове? Что на уме у него? Я попробую догнать его. Нет? Да. Проходите. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно войти? Присаживайтесь. Как вы? Да нет, спасибо. Как ваше здоровье? Нормально. Вы в курсе? Роды прошли хорошо. Да. Спасибо. Но об операции не было разговоров. Иногда во время родов, чтобы сохранить здоровье матери и ребенка, приходится прибегнуть к операции. Вы не переживайте. Эти операции практически не имеют побочных последствий. Хорошо. Вы что-то хотели сказать? Может, это покажется вам смешным, но только что на территории роддома я видел людей, которые могут причинить нам вред. Какой вред? Кто это? Не могу рассказать вам подробно, но это частное дело. Но я хотел бы, чтобы моя жена и ребенок были под вашим наблюдением. Лечение, лекарства, в общем, все. Я верю своим сотрудникам. Не переживайте. Гоните прочь плохие мысли. Хорошо. Можно? Входи. Вы можете идти. Нет никаких причин волноваться. Хорошо. Спасибо. Всего хорошего. Всего доброго. Не знаю, говорить вам или нет, я в замешательстве, но вы сами требуете быть бдительными. Ну и? Уже какой день на территории больницы ходит какая-то женщина. Ну, говори, говори. Наш педиатр из родильного отделения как-то хотела поменять мальчика на девочку. Но? Она говорила с этим педиатром. Потом к ним присоединился врач, которая принимала роду в этой Айден Таировой. В общем, они что-то задумали. Странно. У тебя нет веских доказательств. Может, они просто стояли и говорили. Нет, они так поступают, будто случайно встретились в коридоре. Хочу подойти ближе, удаляются. Да. Надо это проверить. Я освобождаю тебя от всякой работы. Будешь наблюдать каждый шаг этих подозрительных наших коллег. Понятно? Хорошо? Хорошо. Но лекарства, которые они дают, я не смогу контролировать. Это предоставь мне. Ты должна быть в курсе, с кем они встречаются. На месте ли ребенок. Все понятно? Да-да. Хорошо. Иди. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Я слушаю вас. Извините, я муж Таировой. Как ее самочувствие? Немного температурит. А говорили, все нормально. Отчего температура? После операции такое бывает. Ничего страшного. А почему вы ничего не делаете? Прошла неделя. До сих пор температурит? Мы выполняем предписание врача. Есть претензии, идите к ней. Что вы делаете? А, здравствуйте. Я вас слушаю. А, я муж Таировой. Да. Хотел посмотреть на дочь. Сейчас нельзя. Нет, я знаю, нельзя. Но ведь бывают исключения. Вот, возьмите. Что вы делаете? Хотите взглянуть на ребенка? Я сейчас вынесу. Стойте здесь. Хорошо. Вы сказали Таирова? Да. Сейчас. Можно мне ее взять? Справитесь? Держите, осторожно. Да. Смотрите, чернобровая. Да. Похоже на маму. Она вырастет красивой девочкой. У вашей жены высокая температура. Пока еще не кормила ее. Как? До сих пор голодна? Ну почему голодная? Мы даем ей молоко других матерей. Вы там намешаете разное молоко? Не волнуйтесь, ребенок здоров. Доктор идет. Дайте ребенка. Осторожнее. Берегите ее. Не стойте здесь. Идите. Идите. Список лекарств перепиши в этот журнал. Понятно. Ну... Здравствуйте. Здравствуйте. Значит, добавлю в тот список. А где лежит Таирова? В семнадцатый. Вот эти лекарства дашь ей. Вот так. Я не о себе думаю. Я беспокоюсь о малышке. Да. Не дай бог заразить ее. Видела бы ты ее. Но ты же не берешь все в руки. Почему они ее не приносят? Если увижу, захочу взять в руки. У меня температура. Я могу ее заразить. Поэтому лучше поберечь ребенка. Да нет, ну не передастся. Я буду держать ее на руках. Я уже два раза ее видел. Сначала спорил с медсестрами, потом подружился. Попрошу. Они не откажут. Она красивая? Она красивая? Да. Очень красивая. Я спросила о медсестре. А, про нее? Я не обратил внимания. Можно. Приготовились. Возьмите. Большое спасибо. На две минутки. Я пока принесу других в соседнюю палату. И да, близко к маме не подходите. Вирус может передаться. Вы принесли другую малышку. Вы перепутали? Ну почему же? Таирова. Три килограмма, двести грамм. Сорок восемь сантиметров. Нет, это не она. Это не мой ребенок. Не пугайте. У меня сейчас сердцем будет плохо. Вы не переживайте. Просто перепутали детей. Я говорю правду. Это не наша малышка. Это голубоглазое. И лицо беленькое. А моя девочка чернобровая. Похожа на маму. Ну вот. Вирка совпадает. Может она похожа на мою маму? Да нет же. Я же знаю своего ребенка. Это не наша девочка. Идите, пожалуйста, узнайте. Я сам поговорю с главой врачом. Хорошо. Айден. Тебе нельзя волноваться. Успокойся и отдыхай. Хорошо? По-моему, главврач в курсе этого дела. Я пойду и все выясню. Я ничего не понимаю. Что это? Айден. Я же сказал. Я все решу. Поговорю с главврачом. Ты только не переживай. Извините. Они поменяли детей. Не старайтесь переубедить меня. Можете повесить тысячу бирок, но эта девочка не моя. Ну, спаси бог. Из-за того, что у нее глаза другого цвета? Нет, что вы говорите. Я хорошо знаю свою дочь. Я слышал ваш разговор с медсестрой. Какой разговор? Какой? Вы же сами подозревали кого-то. Да. Значит, и вы в курсе. Не волнуйтесь. Ваша девочка здесь. Это правда? Да, правда. Где она? Она под наблюдением. Мы специально создали возможность замен ребенка. Что? Я не понимаю вас. Моя девочка... Какая возможность? Пожалуйста, не волнуйтесь. Мы намерены узнать их план. И раскрыть все преступления, содеянные ими. Моя дочь не пострадает от этого? Не волнуйтесь. Не пострадает. Я должен увидеть ее. Я вас понимаю, конечно. Только не сейчас. Позже. Хорошо? Они могут заподозрить. Только будьте осторожны. Обязательно. Будем осторожны. Ладно. Я пойду к Айден. Она тоже переживает. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам за понимание. Да. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Айбе Кокя, вы видели нашу малышку? Как она? Вы ее точно видели? Да. Айден, ты не бойся. У них все под наблюдением. У меня на сердце неспокойно. Кому нужно красть нашего ребенка? Айден, не плачь. Сейчас ты должна думать о своем здоровье. О ребенке позабочусь я. Пожалуйста, еще раз взгляните на нее. Хорошо, Айден. Хорошо. Пойду погляжу. Идите. Не то я не успокоюсь. Подождите. Если вы ее не видели, скажите, что не видели. Пожалуйста. Хорошо. Только возьми себя в руки. Хорошо. Послушай, ты ничего не замечаешь? Нет. А что я должна заметить? Мне кажется, будто все за нами наблюдают. Ну и Лёпа, вам это мерещится. Скорее бы все это закончилось. Я ночами не сплю. Почему они не звонят? Скорее бы забрали ребенка. Да. Почему они не звонят? Странно. Очень странно. Послушай. Да. А зачем им нужна эта подмена? Хотят забрать девочку. Наверное. Ну, Лёпа Лятовна, у меня к вам разговор. А что такое? Вы моя наставница. Я многим вам обязана. Слушай, не тяни, говори. Мне кажется, кто-то узнал, что вы поменяли новорожденных. Что? Что ты такое говоришь? Поверьте, я никому об этом не сказала. Это точно, да? Да, да, точно. Я же сказала. Я не желаю вам зла. Теперь незаметно надо вернуть детей на свои места. Тогда никто ничего не сможет доказать. Неллипа, если они узнали, что мы совершили подмену, значит, следят за нами. Значит, мы под наблюдением. Неужели? Послушай, если тебе дорога Неллипа Латовна, верни все, как было. Поняла? Нет, я не стану вмешиваться. Но я вас предупредила. Сделала так, как подсказывала мне совесть. Нелли Пулатовна, что будем делать? Кашу заварили вы. Придумайте что-нибудь. Может, вызвать ту женщину, как вы думаете? Пусть приедет и заберет своего ребенка. Нет. В этом случае нельзя так действовать. Надо подождать. Послушайте, Неллипа. Вы хотите, чтобы милиция пришла и забрала нас, да? Подумайте как следует. Что ты все каркаешь? Зачем ты преувеличиваешь? Из-за тебя я тоже стала мнительной. Погоди. Да они и вправду все знают. Вот почему главврач последнее время на меня так странно стала смотреть. Да, они знают. Точно знают. Знают. Ну что мы будем делать? Вернем детей на свои места или нет? Нет, нет. Так нас сразу поймают. Да, надо бежать. Сегодня же. Сейчас. Что вы говорите? Куда бежать? Кому бежать? Это предоставь мне. Я тебе скажу, куда бежать. Мы сейчас же должны исчезнуть. Понимаешь? Ну давай, собирайся. И зачем я ввязалась в это дело? Зачем? К сожалению, мы не смогли поймать преступников. Жаль. Они исчезли. Главное, вашего ребенка уберег Бог. Потому что они невинны. Им приходится страдать за наши грехи. Но все, что произошло, плохо повлияло на вашу жену. Ее организм плохо борется с недугом. Что вы нам посоветуете, доктор? С самого начала вашей жене нельзя было рожать. Но она не приняла это серьезно, верно? Верно. Но эта температура ее просто убивает. Неужели нельзя как-то ее понизить? Сорок дней держится температура. Ну как? Как? Как она может? У нас есть один препарат. Но он еще не прошел испытания. Если вы дадите согласие, мы сделаем ей этот укол. Почему? У этого лекарства есть побочный эффект? Может быть. Это может ухудшить органы слуха. Подумайте. Я предложила. Принимать или нет, решать вам. Хорошо. Я даю согласие. Даст Бог, все будет хорошо. Вот увидите. Я должен был наблюдать за этой игрой со стороны. А в центре должны быть ты и Аида. Почему ты опять меня засветил? Сейчас можно вывести Айбека из душевного равновесия. Правда, он очень волевой человек. Мы наблюдаем за каждым его шагом. Столько препятствий преодолел и не согнулся. Вот мразь. Осталось немного. По старой дружбе пригласи Айдин. По старой дружбе куда-нибудь. Хорошо. Остальное мы возьмем на себя. Это допотопные методы. Современные люди должны искать современные методы мщения врагам. Например. Например, уничтожить диссертацию. Диссертацию? Хорошая мысль. Диссертацию? 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 Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Учитель, кто это мог сделать? Как так сожгли? Ох, сожгли меня десять лет работы. Так просто нельзя это оставлять. Не трогайте ничего. Я сейчас позвоню в милицию. Погоди. Не спеши. Почему? Ведь кто-то сжег вашу докторскую диссертацию, учитель. Не сгорело. Какой сегодня день? Сегодня пятница. Значит, до понедельника есть еще два дня. Ночный совет будет во вторник. Можно успеть. Не понял. Что вы имеете в виду? Буду писать заново. Это как? Вот так. Ты прибери здесь. Никто не должен знать об этом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова